МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшие выходные в Магадане в 31 раз прошла лыжня Вяльбе. Гонки проводят ежегодно. В этот раз в соревнованиях поучаствовали около тысячи человек. Елена Вяльбе – уроженка областного центра Колымы, советская и российская лыжница, общественный деятель. В 11 лет стала членом сборной команды Магаданского региона по лыжным гонкам. На Кубке мира 1989-1990 выиграла два индивидуальных старта. А на чемпионате мира 1997-го победила во всех пяти гонках, чем установила рекорд. В этом году лыжня Вяльбе проходила на протяжении двух дней в районе Черемушки. В субботу соревновались дошколята, а в воскресенье провели большие гонки. Ну, вообще, мне кажется, вот этот формат, что мы детские сады сделали отдельно, это очень замечательно, потому что, во-первых, реально гораздо больше таких маленьких детей принимает участие, потому что завтра это будет единица в таком возрасте. Вот, ну, а в целом я всегда рада приезжать сюда. Мне нравится, что дети, не важно, будут ли они вообще спортсменами, они просто сейчас, но в таком хорошем настрое, в детском саду, тоже катаются зимой на лыжах. Мне кажется, это замечательно. Ребята из старших групп детских садов к соревнованиям готовились на территории учреждения. Для малышей сделали лыжню. Занятия проводили несколько раз в неделю во второй половине дня. Тренеры юных лыжников рассказали, что чувствовали ребята после прохождения трассы. Ну, поначалу нервничали немного, знаете, такой мандраж, настраивались на победы, прийти первыми, ну, сами понимаете. И после прохождения трассы, ну, все по-разному отреагировали. Кто-то удивился, что так быстро, потому что хотели мчать и мчать. Кто-то был рад, что все закончилось, и они прошли это испытание для них все равно, поскольку лет как бы, да, что... Юным лыжникам, победителям соревнований вручили кубки, медали и ценные призы. Как отмечают специалисты, именно благодаря Елене Вяльбе этот вид спорта в Магадане продолжает развиваться. И все больше колымчан хотят испытать себя. Лыжный спорт, благодаря Елене Валерьевне, конечно, в Магадане приобретает все новые и новые окраски. У нас и Кристина Мацокина в сборной России хорошо показала себя на Кубке мира, молодчина. У нас есть новые талантливые спортсмены. Нас поднял и дух фильма «Белый снег», который вышел в этом году. Все это говорит о том, что лыжные гонки в Магадане развиваются. И я уверен, олимпийские чемпионы уровня Елены Вяльбе у нас еще в Магадане появятся. С каждым годом количество участников лыжней Вяльбе увеличивается, рассказывают организаторы. Соревнуются и дети, и пожилые, и люди с ограниченными возможностями. Этот вид спорта захватывает всех магаданцев. Лыжня классная, настроение хорошее. Только ждем, еще как мы покажем себя на лыжне. Самое главное, чтобы пошел хорошо, скольжение было хорошее и настроение было хорошее. Все отлично, очень тут весело, все здорово. Жду хорошего настроения, веселых стартов. Участников поддерживали друзья, родственники. Также все желающие могли выпить горячий чай. Для спортсменов и болельщиков музыкальный сюрприз подготовила российская эстрадная певица Рада Рай. И мне ужасно здесь все нравится. Я безумно рада вам. Спасибо вам большое. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил сотрудников Центра занятости населения с 30-летним юбилеем. 19 апреля 1991 года был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. С тех самых пор существует служба занятости, которая успешно противостоит безработице. Сегодня Юрий Гришан вручил сотрудникам службы почетные грамоты за многолетний труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ Кроме того, снизится размер налога по патентной системе для предпринимателей, которые заняты в торговле. Также совершеннолетние школьники теперь смогут воспользоваться бесплатным проездом в период учебы и в течение трех месяцев после нее. Губернатор Колыма Сергей Носов предложил предоставить такое право и студентам. Я предлагаю Думе вместе с правительством проработать этот вопрос, прочитать экономику, а также юристам, наверное, может быть, после заключения предложить и решение, и формулировки, и после положительного заключения прокуратуры такой закон может быть принят. В Магадане продолжается День дублера. Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. Проходит День дублера в несколько этапов. По словам организаторов, это мероприятие поможет молодым людям понять, чем занимается муниципалитет. Ирина Мурзабаева участвовала вне дублера в 2009 году. Девушка училась в Северо-Восточном государственном университете по специальности гос- и муниципальное управление, поэтому решила попробовать себя вне дублера. Мы попали вовнутрь, мы поняли, как там все работает, чем люди занимаются, какие структуры вообще есть, и как весь этот процесс происходит. Нас познакомили прям лично со многими руководителями органов местного самоправления мэрии. И это было очень интересно, это нас погрузило, во-первых, в эту всю сферу, во-вторых, у нас только был активный состав, мы поняли, что значит сидеть на этих местах. То есть у нас была возможность заменить на один день любого из руководителей органов местного самоправления. Опыт был, несомненно, очень полезный. Ирина Мурзабаева на дне дублера заменяла руководителя отдела кадров мэрии Магадана. Рассказывает, что опыт ей пригодился. После окончания вуза девушка работала в правительстве Магаданской области. По словам Ирины, поучаствовать в дне дублера нужно каждому инициативному студенту, особенно тем, кто хочет познакомиться с работой органов местного самоуправления. В муниципальном центре культуры прошел отчетный концерт «Весны чарующие звуки». Выступили не только ученики детской музыкальной школы, но и преподаватели. Ежегодные итоги подводят большим концертом. 2020-й выдался непростым, поэтому в этот раз исполнителям особенно было важно показать свои номера. В программе в этом году были не только классические и русские народные композиции, но и современные. Субтитры создавал DimaTorzok Хочешь сделать родной город комфортнее? Заходи на сайт за.городсреда.ру Теперь ты решаешь, что и где нужно благоустроить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова